Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи. И вот здесь как раз у меня возникает вопрос, потому что в одном из интервью я прочитал, что у продюсеров, которые к вам обращаются, часто вопрос «Как вас представить?». И вы в одном из интервью сказали, что я бывшая телеведущая, не совсем актриса. Как бы вы сами себя хотели представить сегодня в эфире нашему? — Здравствуйте. Во-первых, очень приятно вас видеть. Привет всем и слушателям тоже. Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос. Вот так вот начнется наше нестандартное интервью. — В таком случае у нас на связи. — Я постараюсь отвечать на все остальные вопросы, но это для меня действительно сложно, потому что я сейчас в какой-то новой для себя форме жизни нахожусь и пока не понимаю, как мне себя называть. — Может быть, я уже влогер. — Татьяна Лазарева с нами на прямой связи, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, поняли. — Извините, мы даже не успели представить. — Да, как раз не так давно вышел ваш новый проект на YouTube под названием «Лазарева. Проект осознанных родителей». Как вы себя на YouTube чувствуете? — Да, собственно, так же практически, как и раньше на телевидении. Но там другая есть, конечно, особенность. То, что мне дико нравится. Там вот абсолютно прямая связь со слушателями и со зрителем. И это прекрасно. Я думаю, вам это понятно. — Вы имеете в виду обратную связь? Ну да. И комментарии, которые после приходят, и во время эфира наверняка. — Да, если вы обратили внимание, что… Ну, там бывают прямые эфиры, но вообще-то это, конечно, в записи. Но если вы обратили внимание, все комментарии, которые нам пишут, мы обязательно на них отвечаем. И это очень… И мне нравится, и людям, естественно, тоже нравится. Так что, да. — Ну вот многие ютуберы обращают внимание, что проблема заключается в том, что хейтеры подключаются в определенный момент. И, соответственно, получаешь не только позитивную или конструктивную информацию или критику, но и поток оскорблений. Как у вас с хейтерами, кстати, складывается? — У меня все с хейтерами прекрасно, причем давно, так что я тут… Мне нечего меня здесь удивлять. И потом, вы знаете, удивительным образом в этой программе зрители настолько точечно выбраны, что туда практически никто не ходит из тех, кто придет вот к нам сюда сейчас с вами в комментарии. Сейчас мы проверим это все. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Поэтому там как раз все чудесно и прекрасно. А то, что хейтят… Окей, ну, ребят, я давно достаточно уже популярный человек. Ну, я имею в виду, что много лет уже я нахожусь в зоне повышенного внимания, но с этим приходится как-то жить. — Но вас критика не может ранить? — Может, конечно, может. Почему не может? Что вы думаете? Я железный этот, Феликс? Нет-нет-нет, конечно, ранит. И очень иногда бывает трудно как-то собраться. Но это просто зависит от того, насколько быстро ты научаешься ставить вокруг себя хрустальный кокон. Я умею. Ну, вот в одной из своих программ, тоже не так давно, вы обсуждали право жить без детей, обсуждали с своими гостями. И вы так сказали, детей рожают непонятно зачем, а если начинают задумываться, то не рожают. Вы так сказали в начале программы. У вас трое детей, как известно. Как вы относитесь к позициям Child Free? — Ну, вы сейчас немножечко, так сказать, во-первых, выдернули из контекста мой текст, окей. А во-вторых, я не сказала бы, что я заявляю, что я Child Free. По большому счёту, я не могу это делать, у меня всё-таки трое детей. Я даже не знаю, что вы имеете в виду. Child Free — это, наверное, какое-то движение, где люди осознанно как-то против детей, да? Объясните мне, в чём я не отношусь к движению. — Те люди, которые не заводят детей. — Child Free не знают, что это такое. — Ради собственного комфорта, ну что, для того, чтобы посвятить жизнь себе, например. — Не заводят детей, да. Как вы относитесь к позициям этих людей? — Ну, может быть, здесь сложно говорить насчёт, насколько это делается ради собственного комфорта, потому что, в общем-то, комфорт и человеческое состояние счастья человека, это, в общем-то, я не побоюсь этого сказать, это цель человеческого существования. Быть именно там в счастье, в радости и нести это счастье и радость другим людям вокруг. Поэтому, если ты считаешь, что дети твоему в данный момент мешают, самоопределению, да, пониманию тому, для чего ты вот сейчас этот момент жизненный проходишь, то и ради Бога. Это же ещё хуже, чем собаку завести, поверьте мне, я делала это трижды. Это очень ответственный шаг. И, к сожалению, вопрос вот в той программе, о которой вы говорите, в проекте Лазарева, поднимался как раз больше про давление общества, которое очень сильно, ну, как бы давит, даже не все понимают, да, но давление общества очень великое. Когда 40 лет у тебя нет детей, ты чувствуешь себя каким-то неполноценным человеком, это ненормально, ты можешь быть полноценным и без, допустим, там, без детей, не знаю, без дачи, без машины, без собаки, без ног, без рук, ты можешь быть полноценным человеком. И как раз две женщины, которых мы позвали в гости, это и доказывают. Это певица Ёлка была там, у которой нет детей. И Алена Долецкая, ну, величайшая женщина, которая, у неё тоже нет детей, но, мне кажется, никто её в этом уже давно не упрекает и правильно делает. Какое у вас отношение к тем, кто прибегает к услугам суррогатного материнства? О, слушайте, ну, такие вы ставите вопросы, как в Карлосо не было, знаете, такой вопрос. Ты уже перестала пить коньяк по утрам, отвечать, да или нет. Я не скажу, что у меня какое-то есть отношение к этим людям, но вопрос этот, безусловно, меня очень интересует. Я понимаю, что есть люди, которым Бог или кто-то там ещё, или физиология не даёт детей. А есть люди, которые очень их хотят иметь. И тут тоже вопрос, да, это же серьёзнее, чем завести собаку. И поэтому для меня, например, суррогатной матери – это вопрос ещё глубже, потому что я считаю, что ребёнок появляется, когда он ещё в утробе у женщины, он уже, это уже живой человек, простите. И вот с кем он разговаривает в этой утробе, мне это очень интересно. Не могу сказать, что я как-то определилась с этим вот отношением к таким людям. Бога ради, моё отношение может быть любым, безусловно. Пусть каждый решает сам. Ну вот что касается того, что каждый решает сам, и свободы, может быть, для женщины, я вот о чём вас хотела спросить. Вот история, возможно, вы слышали об этом, что учительнице пришлось уволиться из школы из-за фотографии в купальнике. Потом её поддержали учителя другие, тоже такой флешмоб образовался, они начали выкладывать фотографии в купальниках. Как вы относитесь ко всей этой ситуации, к этому увольнению учителя из-за того, что она опубликовала фото в купальнике, закрытым причём? Ну, слушайте, я считаю, что это совершенно несправедливо, безусловно. И все учителя – это абсолютно живые люди, и они могут фотографироваться в купальниках, и даже, извините, без, если уж кому-то так хочется. Это ответственность каждого персонального человека, да, как он себя позиционирует, как себя ведёт. И детям очень важно, мне кажется, знать, что их учительница – такая же нормальная, живой человек, да, она ходит в купальнике и ходит ещё в туалет иногда. Знаете, некоторым детям это странно очень. Как? Они живут такой же жизнью. А для учителя очень важно быть близким к ребёнку, мне кажется. Что касается увольнения, это ужасно и отвратительно, потому что это несправедливо совершенно. В своё время есть такой у нас популяризатор науки Илья Калмановский, возможно, вы знаете, да, он в своё время работал учителем в школе, и, насколько я знаю, я, правда, могу ошибаться, но легенды об этой истории ходят такие, что его уволили из-за того, что он сходил на митинг в поддержку ЛГБТ-движения, ЛГБТ, правильно я произношу, да, вот, он просто сходил на митинг, он просто там поприсутствовал, да, он не выступал на трибуне и не размахивал там флагом, и вообще никак не подтверждал или не опровергал своё какое-то отношение к этому, но его тоже уволили из школы. Мне кажется, это несправедливо. А на ваш взгляд, почему так происходит? С одной стороны, мы живём в 21 веке, где всё доступно, в интернете можно увидеть то, что, может быть, дети 70-х, 80-х годов могли только представить или найти какие-то карты, которые папы привезли из-за границы. А с другой стороны, мы наблюдаем какую-то попытку это общество структурировать, сделать более консервативным, более закрытым даже в сексуальном смысле. Вот на ваш взгляд, что происходит сейчас в этом плане? В этом плане происходит всё то же, что и всегда происходило в мире, всегда есть некоторая консервативно настроенная часть людей, которые смотрят и двигаются вперёд, а есть, то есть, наоборот, прогрессивно, да, а есть консервативно настроенные, которые пытаются сохранить традиции, то есть так называемые, да, там, как это, ну, то есть традиционные взгляды, да, ну, например, там вот в Испании всё время хотят отменить кориду, потому что в XX веке вроде как не солидно быков убивать, вроде как негуманно, не френдли и не экологично. А есть люди в Испании, которые говорят, ну, а мы с этим живём веками и ничего, знаете, а нам хочется это сохранять, потому что это традиции, да, да, там убивают этих животных, но в этом есть вокруг этого долгие-долгие традиции. Поэтому в этом смысле мир всегда будет балансировать, когда-то будем уходить вперёд, когда-то двигаться назад. Что касается того, что сейчас могут узнать люди в интернете, дети, безусловно, это гораздо больше, чем мы узнавали, но ответственность всегда всё равно лежит на вот этом вот треугольнике родитель, школа и ребёнок. Мы всегда почему-то вычёркиваем ребёнка из этого треугольника его право принимать решение, а это неправильно. И взрослые люди, конечно, должны влиять как-то, пока ребёнок маленький, это их ответственность, это их зона ответственности. Что касается того, что мы сейчас видим, да, что дети могут увидеть, и, понимаете, это же у нас в постсоветском пространстве очень много запретов. А там, ну, в Европе, в старой Европе, да, европейских странах совершенно уже нормально, там уже, ну, по поводу, например, сексуального какого-то образования детей, да, там уже вообще принято и понятно, что там есть не два пола, точнее, пола два, а гендеров очень много. Ты можешь, да, ты определённого пола рождаешься, но при этом, если там дети начинают проявлять интерес, чем раньше, тем лучше, к тому, а кто они на самом деле, да, мальчики красят ногти и надевают там девчачьи какие-то юбки, им любопытно, а девчонки играют в футбол и ходят там в кепках и в джинсах и ни за что не наденут розовую юбку. Я считаю, что это нормально, и чем раньше человек на себе это прочекает, маленький человек, тем ему проще будет разобраться с этим объёмом информации, которой действительно сейчас очень много. Ну, то, что касается традиций, что вы думаете по поводу того, что вот по статистике Росстата 50% браков в России заканчиваются разводом? О чём говорит эта статистика, как вам кажется? Эта статистика нам тоже говорит о том, что мир сейчас очень сильно изменяется. И те старые традиции, которые были у нас, что брак один на всю жизнь, они, в общем, уходят в прошлое. И я вот недавно общалась со своим приятелем Алексеем Ситниковым, такой психотерапевт и политехнолог, в общем, интересный человек очень. И он сказал, что вообще говоря, в будущем по количеству длительность жизни увеличилась, и за эту жизнь ты можешь проходить разные этапы, которые будут начинаться и заканчиваться, начинаться и заканчиваться. Это будет в карьере, в отношениях с людьми и в браке в том числе. Это как бы на брак сейчас, как мне кажется, нужно смотреть немного по-другому. Это как обмен между двумя людьми. Если им есть чем обмениваться, если они дают друг другу что-то взаимообразно, значит, это существует. Если это перестает, теряется какая-то между ними связь, энергия, не знаю, как это назвать, значит, все, пожали руки, сказали, чувак, спасибо, было клево, до свидания. Ну, вот эта статистика все-таки, 50%, это изменение в лучшую сторону или в худшую сторону, на ваш взгляд, со знаком плюс или со знаком минус? Ну, слушайте, это, опять же, такой некорректный вопрос, в смысле, с моей точки зрения. Ну, люди стали свободнее, если, допустим, раньше, ну, общество осуждало, ну, или во всяком случае есть такое мнение, что общество осуждало, если человек развелся, соответственно, женщина, там, клеймо разведенка и так далее и тому подобное, то сейчас к этому стали относиться свободнее. Ну, развелась или развелся и живет дальше. Вот в этом смысле наблюдается какая-то либерализация, может быть, если так говорить? Ну, у меня такое впечатление, что вы не слушали, о чем я сейчас говорила. Да, ну, это у каждого свое решение, да, на мой взгляд, действительно, мы уже отходим от старых традиций, что брак – это один на всю жизнь. Ну, вот вопрос от нашей радиослушательницы. Спросите, пожалуйста, что с проектом, которым вы занимались, 50+, он назывался, вот пишет Наталья. Спасибо, Наталья. Вы имеете в виду проект «Возраст счастья». Это был проект Владимира Яковлева. Я какое-то время у него работала, но сейчас уже мы не связаны, как бы, мы связаны только дружескими отношениями. Проект по-прежнему существует. Фестиваль «Возраст счастья» проходит, кстати, через несколько дней начнется в Тбилиси. В прошлом году я еще там была. Это совершенно замечательное мероприятие. Пожалуйста, гуглите, ищите. И там как раз людям, которые находятся в каком-то возрастном кризисе в районе 50 лет, очень много можно найти ответов на свои вопросы. На мой взгляд, все-таки, у счастья есть возраст, потому что я как раз сегодня читал пост одной знакомой, которая сказала, что в детстве мы все счастливы, даже если детство, возможно, было не очень счастливым. А потом с этим уже сложнее. Вот на ваш взгляд, все-таки, у счастья есть возраст? Или наиболее, скажем так, наиболее удобный для счастья возраст? Слушайте, ну, смотрите, если рассматривать с точки зрения просто возрастного, то да, разумеется, мы в детстве счастливы, независимо от того, какое было детство, согласна. Но дело в том, что мы платим за это, это же абсолютная безответственность. В детстве ты счастлив только потому, что ты ни за что не несешь ответственность. Поэтому, когда мы становимся взрослыми, мы смотрим на своих детей вот так вот и говорим, господи, боже мой, какое же счастье, как бы я хотел быть на твоем месте, почему-то. Потому что тебе ничего не надо решать. Тебе сказали, садись ешь, ты сидишь и ешь. Тебе сказали, иди в школу, ты идешь в школу. Сказали, свободен, иди гуляй, идешь гуляешь. Но зато, когда ты вступаешь во взрослый, осознанный, ответственный мир, ты сам в состоянии решать, когда и от чего ты счастлив. И сам принимаешь эти решения. И это дико клево. Другое дело, что это очень сложное и ответственное решение. И нужно уметь тебя слушать. Можно провести аналогию с политикой, ведь когда люди говорят о том, что они хотят сильную руку, когда они хотят, чтобы ими управляли, в этом можно найти некую аналогию с детством, когда человек счастлив, потому что не надо ничего решать. Спасибо. Прекрасное замечание. Я вообще, в некотором смысле сейчас, когда общаюсь с друзьями, в том числе мы просто завидуем тем людям, которые до сих пор так называемому путинскому электорату, это не в обиду сейчас никому сказано, но люди, которые до сих пор живут как неосознанно. Они не вступают в какую-то там борьбу с жизнью и не хотят ничего понимать, не ходят на выборы. Им как говорят, так они и делают. Они вот телевизор смотрят, и все, им отлично. Я иногда думаю, господи, как же это хорошо, как бы я хотела быть на их месте, потому что это очень удобно, безответственно. И да, есть такой выбор. И это тоже выбор счастья. Другое дело, что мне, например, это скучно. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и потом продолжим. Татьяна Лазарева с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу Татьяна Лазарева. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну вот мы подошли к теме счастья, и такую политическую аналогию в конце прошлой части нашей программы привели. Я как раз вспомнил роман Артура Кларка «Конец детства», где инопланетяне, которые прилетели на Землю, подарили человечеству сто лет такого благодатного существования перед тем, как, собственно, уничтожить Землю. Вот это пребывание в состоянии такого подчинения, которое дарит счастье, на ваш взгляд, какие последствия могут быть у этого? Ну, слушайте, сто лет – это неплохо, мне кажется. Это у кого. В общем-то, можно было бы согласиться. Но мне кажется, до этого еще очень далеко, до такой теории, что мы все придем к счастью. Не знаю, мне кажется, здесь чего-то такого опасного прямо есть, потому что мы очень, поверьте, человек очень далек от полного состояния, стопроцентное состояние счастья, очень далек. Это масса вещей, которые на него давят и запрещают ему быть счастливым. Уж поверьте, можете попробовать, ничего не получится. Вот, поэтому это такое стремление, как мне кажется, единственно правильное. Вы в одном из интервью сказали, что мечтаете научить людей не бояться задавать вопросы и купить чайник. Купили чайник? Мне подарили чайник. Да. А насчет мечты о том, чтобы научить людей не бояться задавать вопросы, почему такая мечта у вас? Потому что я за то, чтобы люди жили сознательно, шли на то, чтобы интересоваться жизнью вокруг, и несмотря на то, что она не слишком всегда приятна, не замыкались в себе, не закрывали створки от всяких неприятных вещей, а не боялись и задавали вопросы, что я имею в виду. То есть если ты что-то не понимаешь, и тебе что-то не нравится в жизни, и ты ощущаешь какой-то дискомфорт, и ты не находишься ни радости, ни счастлив, можно даже сказать, то просто спроси себя, почему. Ну вот вы в 2011 году вам предложили выступить на Болотной площади, как вы сами рассказывали, Борис Немцов предложил вам это. Можно ли этот период разделить на до и после, то есть вот это выступление на Болотной площади, что разделило вашу жизнь, вот это выступление, как вы могли бы вот это охарактеризовать? Да, можно. В чем вопрос? Вот насколько сильно это разделило, и как это на вас отразилось? Мне это отразилось так, что меня привело это к той жизни, в которой я вот сейчас живу. То есть если как бы долго рассказывать, в общем, отвечать на этот вопрос. Но сейчас, чего я лишилась за это время, это основной своей профессии телеведущей, поэтому, собственно, я не понимаю, как себя трактовать. Но зато мне это открыло очень много других возможностей. Я вот себя нашла, ищу, продолжаю и двигаюсь к именно пониманию того, что жизнь моя, она прежде всего моя, и мне самой решать, выходить мне на Болотную площадь, не выходить, и как потом самой справляться с этими последствиями. Но вы не сожалеете, что тогда вышли в 2011? А, прекрасный вопрос. Видите ли, в чем дело? Сожалеть о том, что ты когда-то сделал, достаточно глупое занятие. Объясню, почему. Потому что ты совершаешь поступки, находясь тогда и в том месте, и времени, и в состоянии, в котором ты находишься. Сожалеть об этом достаточно нелепо, потому что всякий раз, когда ты делаешь какой-то выбор, ты делаешь его из момента понимания себя сейчас. Тогда другой возможности для меня не было поступить. Я поступила так, как поступила. И к чему это привело? Окей, ну мы же всегда идем по какой-то, да, там, навсегда какие-то развилочки там. И тут вот у тебя выбор. Хочешь, пойдешь на Болотную, хочешь, не пойдешь. Окей, пошла. Идешь дальше. Так, дальше. Пошла на Болотную, хорошо. Значит, дальше у тебя такой выбор. Ты идешь в координационный совет оппозиции или не идешь в координационный совет оппозиции? Да, иду. Потому что если я пошла на Болотную, мне доверились какие-то люди, там, несколько человек, соответственно, я должна их как-то вот эту уверенность поддерживать, иди дальше, да. Следующий момент, у тебя следующая развилка. Окей, ты пошел, ты там, извините, в наш взрослый канал, обосрался в координационном совете оппозиции, можно говорить такие слова. Тогда ты делаешь дальше выбор. Что ты будешь делать дальше? Ты пойдешь дальше в политику, настоящую, взрослую, реальную политику, потому что у тебя вот путь-то он к ней ведет. Или ты понимаешь, что это немного не твоя история, ты не пойдешь. Нет, я не пойду. Вот вам всякий раз вот эти развилки, когда ты что-то делаешь, поэтому вопрос, сожалею ли я о чем, либо давайте следующий вопрос. Вот здесь интересно, опять же, я вот пытаюсь какие-то аналогии найти в ваших ответах, и вот здесь как раз ведь со сказкой можно провести аналогию, когда стоишь перед камнем, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, на тесть потеряешь. Но перед тем, как, собственно, пойти вперед, там никто не задумывается, можно ведь пойти назад. Соответственно, вот что нужно всегда идти вперед, у вас вот этот вопрос не стоял. Ну, я стою так же со сказкой. Ну, в чем дело, там перед, на камне, кстати, там не написано назад, заметьте. Да, но это как раз то, что остается за скобками. Можно пойти. Назад нельзя, нет, 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 это же сказки, это же эпос, там фигни-то не напишут. Назад пойти никогда нельзя. Ты все равно двигаешься куда-то вперед, а вот вправо, влево или вперед, да, это уже действительно выбор. И, конечно, ты задумываешься, но, в общем, каждый задумывается по степени своей какой-то ответственности, да. Я, в общем, человек достаточно эмоциональный, импульсивный, и я не очень далеко задумываюсь. Поэтому за это у меня отвечает муж мой, Михаил. Он у нас как раз, но надо сказать, что он тоже был в координационном союзе оппозиции когда-то. Поэтому мы вместе были немного вот как-то, видимо, очарованной ситуацией. Понимаете, в чем дело? Ну, то, что я потеряла на этом работу, на телевидении, я не очень сожалею. Я приобрела гораздо больше. Я приобрела совершенно новые смыслы в жизни, приобрела новых людей в жизни, друзей, интересы. И в конечном счете вот пришла в этот момент, когда, несмотря на то, что я уже не работаю на телевидении, 7 лет, все-таки, тем не менее, вы у меня берете интервью, значит, я какую-то значимость представляю. Вот для вас двоих, по крайней мере. У нас звонок есть. Радиослушатель на линии как раз. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас я и Рига. Да, спасибо. Тоже Лазаревой. Точнее, два. Первый вопрос. Но поскольку вы являетесь достаточно ярким представителем комедийного жанра, ну, были представителем комедийного жанра, как вы относитесь к тому, что в странах Прибалтики, в частности, в Латвии, запрещен КВН? Это первый вопрос. И второе. Вот ваш лояж с господином Шицом по Соединенным Штатам мне, в принципе, напомнил рерихов, которые, в принципе, ездили и собирали бюджет для того, чтобы осуществить определенный переворот на территории России, Разицарской России. То есть, дало ли это какие-то толчки, новые знакомства и те задачи, которые вы перед собой ставили? Благодарю. Всего вам доброго. Да, я пояснил... Спасибо. Подождите, не кладите трубку. Я не очень поняла, о каком вояже в Соединенных Штатах идет речь. Вот уже повесил трубку наш радиослушатель. Но мы попросим его перезвонить, чтобы он пояснил. Я просто хочу дополнить нашу радиослушателя. В Латвии КВН не запрещен, но, тем не менее, были исследования, которые проводили латвийские ученые, которые считают, что КВН может восприниматься как некая угроза со стороны России и с помощью юмора пытаются, в общем-то, навязывать мягкую силу. Но это так, для того, чтобы картина была полной. Бедные вы, бедные. Как же у вас там сложно. Да, в маленькой стране очень сложно быть рядом с таким огромным кабаном, который может даже КВН разрушить что-то. Да, сочувствую. Не могу сказать. Ни на один, ни на второй вопрос не могу ответить. Простите. Но КВН сейчас смотрите, кстати? Нет, уже давно не смотрю. Я телевизор вообще не смотрю. В Ютубе там записи есть, может. В Ютубе записи КВН не смотрю. У меня есть гораздо более важные вещи, которые я смотрю в Ютубе. Ну вот тоже вопрос от нашего, видимо, зрителя и слушателя. В Ютубе сейчас приходит. Какие современные юмористические шоу вы все-таки смотрите? Сериалы вам, может быть, нравятся? Я бы не сказала, что я как-то специально слежу за юмором сейчас в интернете, на телевидении. Не слежу, простите. У меня есть... Ну, правда, мне это не очень... Я просто выпала из этого жанра еще уже давно, даже еще когда работала на телевидении. Мне стало неинтересно, в общем, хохотать и топотать. И последняя программа, с которой меня там и закрыли, называлась «Это мой ребенок». Она была про семью, про отношения родителей, детей, собственно, к чему я сейчас пришла в своем Ютуб, на Ютуб-канале Лазарева. Но, тем не менее, вы знаете, я ужасно недавно ржала. У меня просто... У меня есть дети, как вы знаете, и двое из них уже очень старые, нет? Старшие. Астар. Восемь, 22, 23 и 20 лет. И они меня просвещают. Ну, впрочем, Тося, который 12 лет, тоже меня очень просвещает во многом. И они мне присылают такие ссылки смешные. Вот у них, в отличие от меня, есть много времени, чтобы заниматься всякой фигней и смотреть такую ерунду, вроде, отдельно взятого юмора. Мне очень нравится то, что делают сейчас Харламов и Батрудинов в Ютубе. И что-то я еще... Да, и вообще вот эти вот стендаповские какие-то вещи, молодые вот эти комики, которые не из КВН-а даже возникли, да, сами по себе. Потому что юмор-то, в общем, его... Не Александр Васильевич придумал, как мы можем с вами догадаться. Вот, там есть очень смешные... Недавно тоже смотрела какой-то в Ютубе. Созвон называется. Ну, ужасно смешно. Хотя я очень не люблю. Они там играют на розыгрыше людей, которым они звонят. Это очень... Я такое дело не люблю. Я просто сама ужасно доверчива. Если мне кто-то позвонит, я поведусь на все это. Это очень неприятно, когда тебя обманывают. Но что-то, да, есть очень смешные вещи. Да. Простите, долго говорила. Дима спрашивает в Фейсбуке, я зачитаю, как есть. Татьяна, вам не показалось, что в какой-то момент вы заигрались в политику, поддавшись одной из сторон монеты под названием пропаганда? Можно и нужно иметь мнение, но когда это из-за вашей личной инициативы бьет по вашей семье, благополучию, привычному укладу жизни для вас и детей, вам не видится это безрассудством. И отдельное спасибо также передают за Клару Захаровну и Сергея Геннадьевича. Я не очень понимаю, в чем вопрос, кажется ли мне это безрассудство. Мне кажется, мы уже на это ответили. Давайте следующий вопрос. Тогда к Достоевскому перейдем. Кстати, Генриетта задает вам вопрос в Фейсбуке. Слежу за вами в Инстаграме. В Инстаграме не так уж легко ей живется, но, честное слово, не прав был Достоевский. Не красота, а чувство юмора спасет мир. Ну и, собственно, вопрос, чувство юмора спасет мир. То есть, в красоте мне отказывает Генриетта. Спасибо. Ну, смотрите, я, конечно, безусловно, верю больше в то, что красота там немножко, опять же, выдергивается из контекста, да, там немножко не про это Достоевский говорил, не про личную красоту каждого человека. Перечитайте. А что касается иронии, точнее даже, да, не юмора, а иронии, ироничного отношения к жизни, ироничного отношения к себе, прежде всего, без вот этой вот повышенной значимости «я, я, я», да, корона на голове, это, безусловно, является двигателем вперед. И самая ирония, прежде всего, соглашусь. Как вы относитесь к юмористам в политике? Вот, например, яркий сейчас обсуждаемый пример – это Владимир Зеленский. – Который может стать президентом Украины. – Вы знаете, я очень ему сочувствую. Я тоже в свое время, вот, меня много упрекали, как один из ваших слушателей, который написал, что какого черта я клоун, типа женщина-юморист, поперлась в политику. Ну, что касается меня, отвечу, там наверняка у вас будет много еще таких вопросов, я не пошла в политику, это не было уходом в политику, это просто политика пришла в мою жизнь, я какое-то время с ней шла рядышком. Что касается Володи Зеленского, это человек, который занимает очень высокий руководящий канал, у которого огромный опыт организаторский, который при этом наделен, по счастью, абсолютно широкими взглядами на жизнь, у которого очень высокий уровень ответственности за свои слова и вообще за мир вокруг него, поэтому я никогда не скажу, что это юморист идет в президенты, напротив, я с огромным интересом смотрю сейчас на то, что у них происходит с Порошенко и вообще на Украине и с надеждой на то, что это по сравнению с Россией небольшая страна, все-таки в небольших странах все гораздо мобильнее, там другие исторические процессы идут, чуть-чуть поменьше, да, не такие масштабные, как в нашей этой вот половине, одной шестой суши на Земле. Мне интересно смотрю, насколько им удастся вернуться, вернуть людей к здравому смыслу, к тому, чтобы они сами начали задумываться о том, что в их руках, собственно, выбор и их дальнейшая жизнь, вот, собственно, у них сейчас выбор, кого они выберут, клоуна или... Кстати, вот еще один вопрос из Фейсбука, как вы оцениваете уровень чувства юмора, точнее, Владимира Путина? Ну, понятно, как вы к нему относитесь, наверное, можно предположить, но, тем не менее, шутит он смешно, как вы считаете? Да, вполне смешно, шутит. А как я отношусь к Владимиру Путину? Я к нему нормально отношусь? Я немножко отношусь к людям, которые его выбирают с некоторым... с претензией небольшой, да, можно было бы внимательнее на него посмотреть, да, и вместе понять, что он, ну, как не такой уж он и одиозная фигура, которая все решает в нашей стране, можно все-таки попробовать уже начинать задумываться о том, что кроме него еще есть другие люди. А что касается того, что я к нему нормально отношусь, это я, конечно, сейчас брякнула, сейчас меня начнут тут тоже все выдергивать из контекста. Безусловно, мне, как в политике, в нем очень многое не нравится, а очень многим не согласны с тем, что происходит в нашей стране, я это критикую, буду продолжать критиковать. А по поводу того, как он шутит и как он выглядит, ну, это, мне кажется, у человека такого уровня, да, высоты, и это, ну, не самое главное, не самое важное для нас, который, в общем, доверяет ему гораздо нечто большее, чем шутки и юмор. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Вовочка меня зовут. Да, слушаю вас. Да, вы сказали про самоиронию, вот для меня лично, кажется, самоирония сейчас вот показывают людей тех, которые пришли на прожарку. Вы готовы, вы пришли бы на прожарку, смогли бы это высидеть, спасибо. Это шоу на ТНТ, да, если не ошибаюсь? Прожарку. Я в курсе, это не только шоу на ТНТ, это, в общем, этот формат уже много где существует. Вы знаете, я, вот вы правильно задали вопрос, Вовочка, готова ли я? Я не готова. Ну, мне как-то не очень это хочется и нравится. Там очень жесткий юмор. Я вообще ханжа, и я не люблю вот это все. И я понимаю совершенно, что люди, которые там привыкли сидеть, у них свой формат, у них свой формат юмора, и им самим будет неловко со мной так обращаться, в общем-то, я их прекрасно понимаю. А знаете, а в этом формате, если ты уж приходишь, то ты должен как бы весь этот чан на себя вылить. Я не готова. Если бы вам сейчас предложили вести какую-то программу на российском телевизии, вы бы согласились? Ну, не знаю. Не знаю, смотря какую, наверное. Я как бы громко заявляла много лет, что я не хочу работать на телевидении. Это правда. Понимаете, ту программу, которую бы я хотела вести на российском телевидении, мне не предложат. Поэтому скорее, наверное, ответ такой, что я не хочу сейчас ничего вести на российском телевидении пока. А какую вы хотели бы вести? Я бы хотела вести программу, которую я веду сейчас на Ютьюбе. Она называется Лазарева. Это честный, открытый разговор про жизнь, которую нас окружает. Открытый и откровенный. Вот Леонид Парфенов как раз говорит о том, что Ютьюб взрослеет. Это уже площадка, которая привлекает серьезных журналистов и ведущих. На ваш взгляд, сможет ли Ютьюб в какой-то момент в общем-то вытеснить телевидение? Ну, или не вытеснить, или, по крайней мере, предложить серьезную альтернативу телевизионным форматам? Вообще говоря, это уже давно произошло в других странах. Телевидение, Ютьюб там практически сравнялся. У нас просто немножко позже вступили в игру, и Ютьюбу нашему, Рутюб русскоязычному, да, ему не так уж много лет. И поэтому там сначала обосновались такие молодые, яркие, всякие влогеры и блогеры, влогеры, и как их там назвать. А потом уже немножечко мы, немножко с опозданием, мы такие постарше, нам довольно дольше нужно так собираться, кряхтеть, что-то там думать, принимать решения. Поэтому сейчас, да, конечно, и Парфенов, и Непознер, да, и другие каналы идуть, собственно. Он тоже же не про подростков, он тоже достаточно так осмысленные вещи уже теперь говорит. В отличие от того, что он делал в начале. Вот, поэтому Ютьюб, слушайте, мне кажется, он уже давно победил телевизор. Извините, если я не права. Поэтому вопрос в том, хочу ли я вернуться на телевидение, нет, у меня аудитория в Ютьюбе даже больше, наверное, чем на некоторых телевизионных каналах. Многих наших радиослушателей также волновал этот вопрос. Почему вы перестали делать выпуски телевидения на коленке? На Ютьюб? Это, по-моему, был 13-й или 14-й год. Ну, хорошая память у ваших слушателей. Объясню, потому что как раз тогда Ютьюб еще не было той аудитории, которая сейчас есть. Если бы сейчас вышла телевидение на коленке, это было бы миллионы просмотров сразу, сто пудов. Но тогда не было просто людей, которые это все смотрели, и он так постепенно, хотя тогда, слушайте, у нас там было 150, по-моему, или 180 тысяч просмотров одного выпуска. Это очень много было для того времени. Но там вопрос был в том, что это очень открытая и честная история. И если уж ты шутишь, то ты шутишь про всех. Поэтому это очень большая ответственность. Шутить не только про тех, про кого принято шутить, но и шутить, в том числе иронизировать над, например, какими-то своими кумирами. То есть юмор – это же очень большое оружие такое, серьезное. А шутить над какими-то там людьми, которые не любят, когда над ними шутят. И, в общем-то, мы как-то так задумались и не получили особенной поддержки от зрителей, потому что все это не могли тогда получить. И проект вот так по каким-то совокупным причинам, он закрылся. Ну, сегодня можно, как вы считаете, в России безопасно ли шутить про первых лиц государства, там, если говорить о Путине, я не знаю, может быть, Кадырове опять же? Нет, конечно, небезопасно. Говори Немцова с нами нет больше? Я не скажу, что он прям шутил много, но шутил в том числе. Небезопасно, и много еще кого нет, да. Небезопасно вообще что-либо, задавать какие-то вопросы, куда-то там лезть, ковыряться, и уж тем более шутить. Если это действительно такая шутка, емкая и больная, да, если это ирония, то это может быть очень таким серьезным каким-то вызовом, да. Поэтому я-то лично бы сейчас и не хотела никакой телевидении на коленке вести, спаси, сохрани. Ну и потом, для меня сейчас есть более важные вещи в жизни. Ну вот о границах юмора, потому что Шарли Эбдо, журнал французский, который шутит на самые такие трагические темы, в общем, там нет таких красных линий. Как, кстати, считаете, вот у юмора должны быть границы? Или вот как раз Шарли Эбдо, демонстрируя свою последовательность, показывает, что шутить можно обо всем? Слушайте, каждый принимает свое собственное решение. У меня своя ответственность. Я принимаю ту дозу и уровень ответственности, который я могу принять. Я скажу вам, что, безусловно, шутки, да, там, все равно у тебя, как у людей, заточенных на юмор, у тебя все равно возникают какие-то шутки, как только проходит первый шок от ситуации про какой-то тяжелый, болезненный, как только это уходит, боль уходит, ты начинаешь сразу шутить автоматически. Но если ты шутишь со своими друзьями, сидя на кухне, это один уровень юмора, потому что это разный уровень доверия, потому что ты понимаешь, что тебя поймут, ты не будешь предвзято там понят как-то, ты понимаешь, что там все понимают, что ты скорбишь там, допустим, да, про, господи, Нотр-Дам, как мы все скорбили, но черт, у тебя башка заточена так, что ты все равно начинаешь в какой-то момент там что-нибудь, какую-нибудь шуточку. Но ты же никогда, как человек публичный, я понимаю, что меня, если я это скажу на аудиторию совершенно открытую, да, интернет это абсолютно открытая аудитория, ты никогда не знаешь, насколько разнесется твоя какая-то шутка, да, или слово выдернутое из контекста. А вот здесь уже большая ответственность, поэтому каждый принимает это решение сам. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Татьяна Лазарева была гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.